Сегодня в России отмечается День космонавтики и авиации. Более полувека назад, 12 апреля, первый полет вокруг земной орбиты совершил Юрий Гагарин. В Хабаровске в Музее истории открылась выставка. На ней представлены уникальные фотографии и книги с личными автографами советских космонавтов. Направляясь с визитом в Японию, в Хабаровск прилетел герой Советского Союза, первый космонавт Юрий Алексеевич Гагарин с супругой. Это уникальные кадры кинохроники, снятые 20 мая 1962 года. Хабаровск приветствует первого космонавта Юрия Гагарина. Гагарин Габаровский. Это весь быстротой молнии облетело весь город. Полеты в космос уже перестали быть сенсацией. Более 500 человек из разных стран мира покорили земную орбиту. В коллекции хабаровчанки Лидии Яркиной хранится уникальная книга с автографом Германа Титова. Он, между прочим, всегда был недовольный, думал, что-то плохо. Захожу в комнату отдыха, он говорит, Лида, я привез несколько книг, вышли мои книги, и я хочу в благодарность подарить вам книгу. Я, конечно, была шокирована. Также на выставке представлены экспонаты, переданные дарителями. Более сотни уникальных снимков и книг с пожеланиями космонавтов хранятся в фондах музея. Мы эту коллекцию постоянно выставляем. В этот день особенно. У нас открыты две небольших экспозиции. Первая в седьмом зале и в десятом зале. Мы проводим уроки для детей. Сегодня спланировано после обеда. То есть эта тема у нас постоянно в работе. В честь 55-летней годовщины со дня первого полета человека в космос во всех музеях города проходят выставки и показы фильмов. Кроме этого, Тихоокеанская звезда выпустила точную копию газеты, которая вышла 14 апреля 1961 года, где журналисты описали все 108 часов полета Гагарина. Анастасия Пицсон, Алексей Игнатьев, Хабаровская студия телевидения.